Сегодня у нас очередное и неочередное заседание, на котором будут рассмотрены 32 вопроса, 8 из которых по сокращенной программе, и правительственный час о развитии внутреннего туризма, о котором мои коллеги чуть попозже вам нашу позицию изложат. Хотелось бы изложить нашу позицию по поводу законотворчества. Если посмотреть официальные показатели Института народно-хозяйственного прогнозирования, то у нас, обратите внимание, с одной стороны нарастающий кризис и объединение населения, а с другой стороны 1 триллион 150 миллиардов профицит бюджета за первый квартал, 3,2 триллиона профицит за прошлый год, то есть уже фактически 4,5 триллиона денег не используется по большому счету. Кроме того, несмотря на заморозку наших золотовалютных резервов и части средств Фонда национального благосостояния, у нас ФНБ на сегодня есть свободных 9,7 триллиона рублей. Мы настаиваем на необходимости, вообще-то более углубленной работы правительства, не на разговоры, на ток-шоу, что надо, надо, надо. Правительство надо, надо, это хорошо, но с моей точки зрения, я как технократ разрабатывал массу программ и всевозможных документов, если не сядет Академия наук, министерства профильные и субъекты и не займутся, а, первое, разработкой реальной программы импортозамещения. Нам не надо про импортозамещение рассказывать, а надо посмотреть, вы все одеты в импортную одежду, да? Вот легкая промышленность. Самое простое, купили или привлекли модельеров, инженеров, технологов, научили швей мотористок и шейте, пожалуйста, одежду. Вы и занятость решаете, и налоги решаете, и одеваете, и обуваете собственный народ. Второе, посмотрите, бытовая техника. У нас бытовой техники фактически отечественной нет, в лучшем случае белорусская. Слава Богу, там хоть были разумные люди и не перестали делать ни телевизоры, ни холодильники, ни стиральные машины. С нашей точки зрения, в рамках Союза Россия-Белоруссия необходимо просто сделать копии производств белорусских. Это не требует большого времени, но требует только организации технологических линий. Это второе. Третье. Вот нам много рассказывают о том, как у нас за рубли покупают нефть и газ. С нашей точки зрения, умерла так умерла. Надо отключить нефть и газ. Но самим подумать, потому что все деньги, в том числе на счетах наших банков, они по нынешнему положению, в принципе, могут быть заблокированы. Понимаете? Нам надо думать о других возможностях взаимозаменяемости. И раз они нам ставят тормоза, мы тоже должны им поставить тормоза. Разве они могут без газа, без нефти что-нибудь производить или что-то делать? Ну, пусть они почувствуют все результаты своих санкций, 10 тысяч, в полном объеме и сразу. Тогда как бы дурь каждого будет видна, им, наверное, будут быстрее понятны глупости своих санкций. А так мы и хотим, и не хотим, и в рублях, и не в рублях. А на самом деле, с моей точки зрения, пока правительство слабо разворачивается, это почему видно? Это видно по законопроектам, рассматриваемым в Государственной Думе. Вот посмотрите, какой сегодня антикризисный закон по диавшоризации, по импортозамещению рассматривается, а никакого. Понимаете? А если нет закона, если нет изменения структуры, потому что у нас говорят о необходимости введения мобилизационной экономики, но без изменения структуры, без изменения ответственности профильных министерств, без изменения их полномочий и увеличения спроса ничего не бывает. Без системы почему, если вы не написали недорожную карту, как нас приучили думать, а план мероприятий по-русски, понимаете, где написано наименование мероприятия, кто отвечает за разработку этого, кто должен организовывать коллективы по строительству заводов. У нас все 78 тысяч угробленных Чубайсом приватизацией заводов и фрабрик, их надо восстанавливать. Тогда импортозамещение будет 100%, потому что Советский Союз была одна из пяти стран, которая на 100% обеспечивала себя в семь. Мы были одной из пяти стран. Сегодня, к сожалению, этого нет. Ну и, конечно же, мы глубоко убеждены в том, что необходимо и вопросы бюджетной политики, и кредитной политики менять. Мы настаиваем на необходимости, вообще-то, введения института связанных денег. Это нобелевские лариоты давным-давно разработали. Если вы вкладываете в производство и индексируете зарплаты и социальные выплаты, никакая инфляция до 15% не страшна. Но построенный завод вам сдаст лавинообразное снижение инфляции и обеспечит людей товарами и услугами. Ну и, конечно же, сегодняшний вопрос, он тоже отчасти своевременен. Почему? Потому что у нас ведь мы десятки миллиардов долларов вообще-то вывозили на внешний туризм. Вы посмотрите, Турция, Южная Европа, Греция, Египет, Арабские Эмираты, Мали, Бали и так далее. Все, в принципе, и до сих пор живут на наших туристах. А почему живут? Потому что мы говорили, необходимое импортозамещение, но гостиниц не строили. Транспортные сети не развивали, сервис не развивали. Сегодня будет рассматриваться вопрос о внутреннем туризме. Получилось так, что новая команда, которая пришла в Ростуризм, ставила задачу переориентации нашей страны на внутренний туризм. Но на этот же период, с 2019 года, пришло два кризиса. Первый – это пандемия, которая сильно ударила по туристической отрасли. Второй – это та санкционная война, которая сегодня развязана против нашей страны. Сегодня поворот к внутреннему туризму, по сути, неизбежен. Но как это будет воспринято нашими гражданами, как наказание или как благо, как раз во многом зависит от политики Государственной Думы, правительства, Федерального агентства по туризму. Наша партия предлагает поддержать часть проектов, которые сегодня есть, по поддержке развития туристической отрасли. В то же время мы видим необходимость корректировки целого ряда мер. В первую очередь, Николай Васильевич обозначил проблему, конечно, дефицита мест размещения. Сегодня в стране по оценке даже самого Ростуризма только 10% мест гостиничных соответствуют современным нормам. То есть здесь нужна программа. Те предложения, которые есть по поддержке крупных отелей от 120 номеров, естественно, они не могут решить проблему. Это доступно только для крупных городов, по сути, необходима корректировка. Мы должны использовать потенциал нашей страны, наши преимущества. У нас огромные водные ресурсы, но у нас устаревший флот и могучими реками нашей страны мы, по сути, можем сегодня любоваться только с берега. Здесь также есть программа Минпрома совместно с ГТЛК, но эта программа не позволяет сегодня решить вопрос обновления флота. Она требует также корректировки. Наши скрытые возможности. Вот Николай Михайлович... Николай Васильевич. Нет, я Николай Михайлович. Сейчас говорю Харитону, председатель комитета по Дальнему Востоку и Арктике. Он говорит, что у нас 50% территории, действительно, они находятся вот там. Но эти территории, они также требуют особенных усилий для развития туризма на этих направлениях. Об этом мы тоже говорим и будем говорить. Требуют, конечно, корректировки программы чартеров. Дело в том, что, к сожалению, сегодня регионы получают компенсацию за чартеры внутренние наши только в конце года, что создает свои проблемы. И также требуют корректировки программы кэшбэка, который при этом, конечно, безусловно, находка ростуризма. Но нужна больше прогнозируемость. Потому что сегодня, к сожалению, не всегда можно спрогнозировать окончание сроков действия этой волнообразной программы. Позвольте еще несколько слов сказать о проблеме, которую мои, так сказать, товарищи затронули. На наш взгляд, в развитии курортно-туристического сегмента, курортно-туристической сферы не хватает стратегического планирования, стратегических подходов в настоящий момент, так же, как и в ряде других отраслей. Да, агентство по туризму работает интересно, с выдумкой, как говорится, пытается что-то делать. Но на самом деле это должно быть вопросом всего правительства в целом, потому что здесь есть ряд вопросов, которые требуют решения комплексно и целостно. Я перечислю буквально по пунктам с учетом времени эти позиции. Первое. Мы считаем, что главным направлением развития курортно-туристической сферы должны быть государственные целевые программы. Причем это программы должны быть прежде всего федеральные. Второе. Значит, обязательно уповать нужно и акценты делать на развитии территорий, где расположены курорты, где расположены туристические маршруты. Потому что тот же Краснодарский край страшно перегружен количеством туристов, 15-16 миллионов в год приезжает. Но насколько готова инфраструктура, дорожная, транспортная, инженерные сети, водоотведение, водоснабжение, электроснабжение и так далее. Это важнейший второй момент. Третий момент. Мы считаем, что в развитии этой сферы обязательно должен быть обеспечен принцип доступности и социальной справедливости. Не только для богатых должна создаваться эта сфера и обустраиваться, но она должна быть доступна для всего населения. И особое внимание уделить детскому отдыху, особое внимание уделить оздоровлению детей в пионерских лагерях. Завтра мы отмечаем столетие ленинской пионерии. Это колоссальный опыт, которому надо учиться и по которому надо дальше двигаться. И еще один момент, который хотел бы подчеркнуть. Несколько лет назад принимался курортный сбор. Наша фракция голосовала против этого документа, против этого закона. И время показало, что мы были правы. Он демонстрирует свою неэффективность. На территории Крыма он так и не заработал. И считаем, что необходимо искать другие подходы, искать другие принципиальные политические и стратегические моменты в развитии всей курортно-туристической сферы. Курортный сбор, на наш взгляд, как эксперимент, не состоялся. Встречаясь с агентством, мы в этом убедились. Спасибо.